Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы продолжаем цикл передач, который посвящен традиционной культуре малых народов Севера Российской Федерации. И тема нашей сегодняшней передачи – колыбельные мотивы. То есть, сегодня мы поговорим с вами о тех традиционных приемах, навыках, методах воспитания детей, обучения детей, которые приняты у малых народов Севера, Сибири, Дальнего Востока и Североевропейской части Российской Федерации. Почему этому предмету уделяется специальное внимание в нашем цикле передач? Дело в том, что существует даже специальное научное понятие, которое обозначается как этнография детства, то есть, признается очень важное значение этой части культуры для в целом традиционной культуры малых народов. Действительно, то, что мы понимаем под этнографией детства, является тем элементом, который позволяет социализировать ребенка, включить его в общий социальный статус, придать ему те навыки и умения, которые необходимы для жизни в социуме, то есть, в определенном коллективе людей. И поэтому значение вот этой части традиционной культуры очень и очень важно. Если говорить о культуре детства, вообще о воспитании детей, вообще об отношениях к детям в традиционной культуре малых народов Севера, здесь необходимо отметить одну очень важную деталь. Дело в том, что в традиционной культуре малых народов Севера дети занимают совершенно особое место. Они пользуются особой любовью, я бы сказал даже особым уважением, почетом, по той простой причине, что каждая жизнь, жизнь каждого человека, каждого человеческого существа на Севере обладает особой ценностью. И уж тем более жизнь ребенка, которых, хотя и появляется достаточно много, но жизнь настолько сложна, что далеко не все из новорожденных детей могут дожить до взрослого состояния, или тем более до старости. И поэтому вокруг жизни каждого человека, каждого ребенка концентрируется значительное внимание, для того, чтобы как можно более полно сохранить и обеспечить взросление этого маленького существа. Не случайно в традиционной культуре отмечается очень большая любовь к детям. Если вспомнить те публикации, которые выходили еще в XIX веке, то почти во всех из них путешественники или ученые, которые занимались малыми народами Севера, почти во всех отмечали, что народы Севера и Сибири отличаются очень большим чадолюбием, то есть с очень большой любовью относятся к своим детям. И поэтому не случайно в каждой, практически в каждой культуре каждого народа Севера отмечается стремление к созданию, к наличию большого количества детей в семье, то есть стремление к многодетности. Это стремление, оно характерно как для тундровых народов, так и для горных народов Южной Сибири, так и для таежных народов. То есть чем больше детей, тем более полная, тем более счастливая и здоровая семья существует на этом свете. Вот это стремление, как я уже сказал, оно объясняется не только неким особым психологическим отношением, некими особым менталитетом этих народов, но еще и чисто практическими устремлениями. Во-первых, действительно, жизнь на Севере достаточно сложна. Действительно, далеко не все из родившихся детей доживают до сколько-нибудь приличного возраста. Поэтому уже из элементарного чувства биологической компенсации детей должно быть как можно больше, чтобы хотя бы какая-то значительная, сколько-нибудь значительная часть этих детей дожила до взрослого возраста и продолжила род. Вторая практическая деталь, которую здесь тоже присутствует, это стремление родителей обеспечить себя заботой и вниманием на тот период, когда они станут уже старыми, немощными, и когда именно дети должны будут о них позаботиться, именно дети должны будут их кормить, поить, содержать до самой смерти, особенно младшие дети. По этой причине тоже детей считалось необходимо иметь чем больше, тем лучше. И более того, вот эта традиция, которая утверждает, что детей в семье должно быть много, она была настолько непреклонна, настолько тверда, что именно наличие детей обеспечивало, порождало, вернее, необходимость в традиции многоженства. Если, например, одна из жен, как считалось, не способна родить ребенка, то тогда мужчина мог взять вторую жену. Если у второй жены тоже либо не было детей, либо их было мало, он мог взять третью жену. То есть именно хозяйственными, во-первых, функциями, а во-вторых, функциями деторождения и объясняется традиция многоженства, которая не всегда, но тем не менее присутствовала в традиционной культуре малочисленных народов Севера. В целом, дети, родившиеся в семье, живущей в тайге или в тундре или в горах, не рассматривались в традиционной культуре как заслуга самих родителей. То есть, безусловно, участие матери и отца в зачатии ребенка, это было делом очень важным. Но, как считалось в традиционных представлениях, в традиционных верованиях, родители могли создать только лишь внешнюю оболочку, то есть тело ребенка. Реальная же сущность, самая важная сущность, душа ребенка, создавалась вовсе не родителями. Она создавалась сверхъестественными существами, духами, в которых верили эти народы. И, по их мнению, именно духи вкладывали в чрево матери тот самый зародыш, зародыш духовный, именно имеется в виду, который и служил основой для формирования, а затем и рождения ребенка. И поскольку ребенок являлся как бы плодом совместных усилий, как людей, так и сверхъестественных существ, то, соответственно, и отношение к этому ребенку было совершенно особым. В частности, особое внимание уделялось самому процессу рождения. Поскольку человек, вновь появившийся на свет человек, был существом еще достаточно слабым, в достаточно сильной мере подверженным влияниям и внешней среды, и сверхъестественного мира, то по этой причине считалось необходимым, как можно более полно оформить его рождение различными ритуалами, обрядами, которые бы защитили этого ребенка и позволили ему без проблем вступить в мир. Вообще, в целом, нужно отметить, что вот это пересечение границы между небытием и жизнью считалось очень опасным моментом, точно так же, как и момент смерти, когда пересечение границы шло в обратную сторону из жизни, в небытие. Именно по этой причине, в силу этой особой опасности пересечения границы и считалось необходимым оказать максимальную поддержку в обрядовом смысле, оказать максимальную поддержку в появлении человека на свет. В частности, в такой обрядности, которая в целом получила название родильной обрядности, был целый спектр особых ритуальных действий, которые и обеспечивали нормальный переход ребенка в жизнь. Во-первых, как правило, рождение ребенка происходило в неких особых местах. Либо для этого ставили отдельный шалаш или чум, как это бывало в тундре или ярангу, причем небольших размеров. И мать уходила, предчувствуя рождение ребенка, мать уходила за несколько дней, даже до рождения ребенка уходила в это специальное жилище. Именно для того, чтобы в обычном жилище этот процесс не происходил, поскольку он весьма опасен. Не только для самого ребенка, который рождается, но и для окружающих его людей. Как правило, вот такая изоляция роженицы, она была характерна практически для всех народов, малых народов Сибири и Севера. И в помощь матери-роженицы, как правило, поступали знающие, то есть опытные бабушки, которые помогали ей разрешиться от бремени. То есть это то, что в нашем русском языке называется повитухами, но несколько иначе это звучит в языках народов Севера. Так вот, при помощи специальных бабушек или пожилых женщин, после рождения ребенка, они, во-первых, оказывали первую медицинскую помощь самой роженице, во-вторых, они принимали ребенка. И в связи с этим, вот те женщины, которые принимали ребенка, которые обрезали пуповину, они в традиционной культуре признавались дополнительными матерями этого ребенка. Ну, то есть на протяжении всей дальнейшей жизни они оказывались уже связанными с этим ребенком, и в случае каких-то проблем ребенок мог к ним обратиться, да и они сами постоянно интересовались судьбой этого ребенка, дарили небольшие подарки, приглашали в гости и так далее. То есть формировалась некая такая особая, хотя и не кровная, но, тем не менее, родственная связь на основе этого участия в родильной обрядности. После того, как ребенок появлялся на свет, его обтирали либо мягкой шерстью диких животных, либо, как это делали, например, таежные народы, особой очень тонкой стружкой, снятой с березы, настолько тонкой, что она приобретала вид такой своеобразной ваты. После того, как ребенка обтирали, его укладывали в специально приготовленную колыбель, которая выстилалась заячьими шкурками, наиболее мягкими из всего доступного материала на севере. И уже вот в таком виде в колыбели ребенок заносился в дом. Причем перед тем, как ребенок и мать попадали в дом, они проходили достаточно сложную церемонию очистительной обрядности. То есть с этой целью разводился костер, с этой целью разжигались специальные сакральные благовония, то есть это либо высушенные половые железы оленя, либо бобровая струя, так называемая, то есть у народов Западной Сибири, например. Ну и еще целый ряд веществ использовались для таких священных окуриваний очистительных. Это окуривание производили тоже пожилые женщины. Мужчины, еще раз подчеркиваю, в обряде, в обрядности, связанной с рождением ребенка, практически не принимали участие. И после очищения огнем и священным дымом ребенок и мать вступали в дом. Причем, опять же, для внесения в дом приглашалась специальная женщина. Эта женщина становилась еще одной очередной матерью этого ребенка и считалось, что именно она должна внести ребенка в дом, но никак не родная мать. Родная мать входила в дом позади ребенка, то есть второй по очереди, поскольку ребенок в данном случае был существом более важным. И здесь в доме ребенка встречал и принимал уже отец, который выражал соответствующее чувство радости, дарил подарки всем матерям, которые принимали участие, не родным имеется в виду матерям, которые принимали участие в родильной обрядности. И здесь же мужчина оказывал, скажем так, знаки внимания и своей жене, тоже подарив ей подарки за рождение очередного или первого, тем более, ребенка, который послужит в дальнейшем опорой семье. Ну и поскольку ребенок, родившись, попадал сразу в колыбель, то вот этой части традиционной культуры родильной обрядности можно уделить особое внимание. Традиционная колыбель малых народов Севера представляла собой своеобразную ванночку, изготовленную либо из деревянных дощечек, либо из бересты. В данном случае мы с вами видим колыбель, так называемую ночную, она использовалась, ну, во-первых, для детей самого маленького возраста, самого младенческого возраста. Она представляла собой, ну, скажем так, колыбель лежачего типа, то есть ребенок в ней мог только лежать. Укутывался ребенок достаточно плотно, его заворачивали в шкуры, либо в ткани уже позже, и при помощи вот этих завязок, которые сверху прикреплялись к бортикам колыбели, ребенок очень прочно укреплялся на самой, внутри этой колыбели, то есть таким образом, чтобы он не мог оттуда выпасть, либо еще каким-то образом покинуть колыбель. Помимо вот такой колыбели ночной существовали еще и дневные колыбели. Они были колыбелями сидячего типа, если можно так выразиться. Тоже изготавливались либо из бересты, либо из деревянных дощечек, тонких дощечек. Эти колыбельки, как вы видите, имели своеобразные спинки, которые позволяли ребенку занимать такое полулежачее, полусидячее положение. И такие колыбели применялись уже для ребенка, которому было несколько больше времени от роду, то есть 2-3 месяца, то есть когда у ребенка уже сфокусировался взгляд, когда он начинал обращать внимание на происходящее вокруг него. И таким образом пытались позаботиться о том, чтобы ребенку было удобнее рассматривать все окружающее, удобнее познавать, проходить, вернее, вот этот первый этап познания мира. Сама колыбель имела, как вы видите, специальные либо цепочки, либо кожаные шнурки, при помощи которых она подвешивалась к потолочной перекладине в доме. И при помощи вот такой подвески колыбель можно было качать, укачивая таким образом ребенка, в случае, если он чувствовал себя плохо, плохо засыпал, либо плакал. Сидячая колыбель носила очень важное сакральное значение, как, впрочем, и любая колыбель, конечно. Вот здесь обратите внимание, на данной колыбели изображен специальный узор. Этот узор изготавливался техникой процарапывания по бересте, и узор этот имел вполне четкое, определенное значение. Он изображал священных животных, либо священные растения. В данном случае мы видим узор, называемый оленями рогами. И узоры эти несли очень важную сакральную функцию. Они защищали ребенка, находящегося в колыбели, от злых духов, которые постоянно пытались, по мнению представителей коренного населения, пытались похитить душу ребенка. И поэтому такие меры безопасности и принимались. Кроме священных животных, и особое, пожалуй, значение для изображений на колыбели, имело изображение так называемой тетерки. То есть это птица, которая изображала душу ребенка, и изображая ее на верхней части спинки колыбели, вот как мы здесь видим, люди пытались привязать душу ребенка к этому конкретному месту, чтобы она, будучи еще слабо скрепленной с телом, собственно, ребенка, чтобы она никуда не ушла и осталась здесь, на месте жизни этого ребенка. То есть колыбели, традиционные колыбели, играли очень важную роль в родильной обрядности, очень важную роль в первом этапе вступления ребенка в мир, и поэтому их созданию придавалось особое значение. И, безусловно, несмотря на то, что вся родильная обрядность, она была как бы делом женщин, несмотря на это, изготовление колыбели находилось всегда в руках мужчин. Ну, это, впрочем, вполне объяснимо, поскольку и, скажем так, все деревообрабатывающие работы были навыками, характерными для мужчин, и поэтому и колыбели тоже обычно изготавливались именно мужчинами. Хотя узоры, священные узоры, которые на колыбелях наносились, могли наноситься и женщинами, которые лучше знали, что необходимо в данном случае сделать. Ну, и поскольку, еще раз подчеркну, ребенок нуждался в особой защите, в особой охране от злых духов в процессе своего первого периода жизни, то в колыбель, как правило, помимо вот этих узоров, в колыбель еще, как правило, клали какие-то острые железные предметы. Считалось, что злые духи боятся таких предметов, и поэтому нож или топор, который укладывали, ну, а позже, кстати, стали появляться ножницы, иголки, которые уже покупали у русских купцов, это все тоже помещалось вниз в колыбель и считалось, что это является очень хорошим средством для отпугивания злых духов. Ну, а как выглядел ребенок, помещенный в такую колыбель, мы видим на следующем слайде. Таким образом, и венки заботились о своих детях. То есть здесь ребенок уже достаточно большой, взрослый, поэтому ручки ему оставлены свободной для того, чтобы он мог уже пытаться играть, но нижняя часть тела плотно закреплена при помощи шнуровки, колыбели, и таким образом ребенок оставался, скажем так, в безопасности. И в таком виде ребенок проводил как бы большую часть дня. Из колыбели, кстати говоря, детей доставали очень редко. Что же касается традиционных заменителей современных памперсов или тому подобных вещей, то и здесь был готов определенный ответ в традиционной культуре. То есть в колыбель специально для этой цели помещали на дно колыбели помещали либо мелко истолченные гнилушки древесные, либо мелко нарезанную шерсть. Затем в процессе того, как это все пропитывалось, эту массу извлекали, выбрасывали, заменяли свежей. То есть таким образом ребенок всегда был сух и доволен. То есть это тоже было вполне четко предусмотрено традиционной культурой. Но на этом традиционная родильная обрядность конечно же не заканчивалась. После помещения ребенка в колыбель, после внесения ребенка в дом, после проведения вот таких обрядов очищения, после помещения в колыбель железных предметов для отпугивания злых духов необходимо было приступить к самой главной части родильной обрядности. То есть к той части, которая позволяла определить место ребенка в существующем сообществе людей. Это был обряд гадания о том, какое имя должно быть у ребенка и соответственно имени, какая душа у этого ребенка в этом ребенке вселилась. Это связано с тем, что в традиционных верованиях малых народов Севера существует представление о том, что каждый определенный род людей имеет строго определенный набор душ, не больше и не меньше. И именно в рамках вот этого набора душ происходит их вращение внутри этого коллектива людей. То есть умирая, человек освобождал душу, и эта душа впоследствии могла возродиться в каком-либо из детей. Как правило во внуке, реже в правнуке, в ком-то из потомков в любом случае. И именно поэтому каждый родившийся ребенок являлся не случайным, он являлся неким продолжением своего предка, который умер каким-то временем раньше. Именно благодаря этому ребенок и благодаря этому и проводился обряд гадания для того, чтобы определить, кто из предков возрождался в этом новорожденном ребенке. Каким образом проводился сам обряд гадания? Все происходило достаточно просто. Проводили его, конечно же, опять же, женщины. Они приподнимали колыбель и называли те имена, которые считали вероятными для возрождения в этом ребенке. И как только по их мнению, как только они называли нужное имя, колыбель становилась очень тяжелой. То есть она существенно тяжелела, резко тяжелела. И таким образом считалось, что ответ найден. Что именно эта душа, именно этого предка возродилась в этом ребенке. И таким образом считалось установленным не только вот эта линия возрождения, но и имя ребенка, которое он получал в наследство от возродившегося предка. Больше того, считалось, что не только имя наследовал ребенок в процессе вот этого возвращения души. Ребенок якобы должен был наследовать и все такие наиболее яркие физические и психологические черты своего предка. И таким образом ни у кого не вызывало удивление, если ребенок был таким же живым и подвижным, как его умерший предок. Либо был таким же хорошим охотником, как и возродившийся в нем предок. Либо, например, чуть-чуть прихрамывал на какую-то ногу, как это было у возродившегося предка. То есть это служило как бы дополнительными, такие совпадения служили дополнительным доказательством для того, что в ребенке возродился именно этот человек. Ну и что касается, собственно, дальнейшего взросления ребенка, после того, как было определено имя, после того, как было определено его, скажем так, место в человеческом коллективе, для ребенка оставалось актуальным полное, скажем так, формирование набора душ. Если вы вспомните одно из наших прошлых занятий, то я говорил о том, что для традиционной культуры народов Севера характерно признание нескольких душ для человека. И вот ребенок, он являлся как раз тем объектом, где эти души постепенно формировались, придавая этому ребенку вид взрослого человека. Как я уже сказал, основной душой для рождения ребенка была предковая душа, душа кого-либо из предков. Это душа, которая связывалась с дыханием, то есть внутренняя, наиболее нематериальная сущность. Именно эта душа являлась причиной рождения ребенка. А вторая душа, душа-тень, она была связана с телом и формировалась постепенно. Только тогда, когда все основные признаки человека в ребенке формировались, только тогда считалось, что и душа-тень окончательно сформирована. Какие признаки? Они, кстати, не связаны с ростом, то есть с длиной тела, если можно так выразиться. Главное, чтобы у ребенка появились зубы, которых нет у новорожденного, естественно, и чтобы у него отросли волосы. То есть вот эти два основных признака, как только они появлялись, такие знаковые, наиболее важные признаки, как только они появлялись, считалось, что и душа-тень сформирована окончательно. То есть таким образом сам процесс складывания ребенка как нормального, полноценного человека был процессом достаточно долгим и постепенным. И пока вот этот процесс не завершился, пока у ребенка не появились зубы и не отросли волосы, этот ребенок находился как бы пока на грани между миром духов и миром людей. Как только процесс формирования основных признаков заканчивался, тогда он уже был практически полноправным членом именно человеческого сообщества, а уже не мира духов. И у некоторых народов, кстати говоря, добавлю, у некоторых народов вот такой границей считалось умение ходить. Как только ребенок получал навык хождения, так считалось его взросление завершенным. То есть вхождение в коллектив людей считалось завершенным. Ну, это, скажем так, детальные признаки. Самое главное, это окончательное формирование всего необходимого для жизни человека набора душ. Вот после этого ребенок на полном основании считался существом, принадлежащим миру духов. Именно вот такое отношение к ребенку объясняло, вернее, такое представление о формировании душ ребенка, о том, что он на протяжении достаточно долгого времени, то есть это около года, двух, а то и трех лет, находился на грани между миром духов и между миром людей. Вот именно это представление породило совершенно особое отношение к детям, которое складывалось в традиционной культуре. То есть ребенок был еще не полностью человеком, поэтому на него ни в коем случае нельзя было кричать, с ним нельзя было грубо разговаривать, его нельзя было ругать плохими словами, и уж тем более ни в коем случае его нельзя было бить. Вот это одна из основ традиционной системы воспитания, которая существует у малых народов Севера. И связана она именно с представлениями о том, что ребенок на протяжении длительного времени еще не совсем человек, он наполовину дух. И, кстати говоря, шаманы очень часто прибегали к такому методу гадания, как гадание через детей. То есть они вслушивались в вот этот неразборчивый лепет ребенка, который он издавал, будучи в младенческом возрасте, и из этого лепета шаманы якобы узнавали волю духов. То есть таким образом признавалось, что ребенок одной ногой стоит в мире людей, а другой ногой стоит в мире духов, и может служить даже посредником между этими мирами. Вот такие особые представления и породили особую систему воспитания детей. Еще раз это подчеркну. Именно поэтому многие путешественники, исследователи, да и в настоящее время это все сохраняется, обращали внимание на то, что дети пользуются практически полной вседозволенностью в своей семье. То есть никто никогда не крикнет на ребенка, никто никогда не накажет его, даже если он совершит что-то совсем из ряда вон выходящее. То есть основная схема воспитательная, которая применялась в традиционной культуре, это была схема воспитания на личном примере. То есть делай как я, и тогда ты будешь взрослым, тогда ты будешь хорошим, тогда ты будешь правильным. Вот это основной принцип, а вовсе не вынуждение, вовсе не приказ. И никто никогда не заставлял ребенка поступать так или иначе. То есть ему демонстрировался положительный пример и давалось возможность самому выбрать. Либо следовать этому положительному примеру, и тогда все вокруг тебя будут любить, ценить и уважать. Либо этому примеру не следовать, но тогда ты получишь всеобщее отторжение в своем коллективе. И безусловно, вот в таком замкнутом небольшом коллективе получить всеобщее неодобрение было делом очень и очень печальным и для ребенка, естественно, нежелательным. Поэтому такого принципа было вполне достаточно для нормального вхождения ребенка в коллектив, для того, чтобы он постепенно, самостоятельно приходил к пониманию того, что необходимо делать, а чего делать не нужно. Каких-то вот таких нравоучений, назойливых объяснений, как нужно поступить, в какой ситуации, что, зачем, почему. Такого в традиционной культуре принято не было. И очень важной частью для социализации ребенка, для включения его в коллектив, являлись, безусловно, игры и игрушки, которые применялись в традиционной культуре. Причем вот эти вот игры, игрушки, которые создавались для детей, они несли очень такую четкую, если можно так выразиться, производственную направленность. То есть каждая игрушка, она несла в себе смысл какого-то определенного человеческого занятия, какого-то определенного рода деятельности. И поэтому, играя в те или иные игрушки, ребенок познавал те сферы деятельности, в которых ему, став взрослым, придется работать, в которых ему придется существовать. Таким образом, наиболее широкий, скажем так, спектр игрушек, он был связан с различными животными. Это было актуально и для охотников, и для оленеводов, которые, скажем так, с животными были связаны очень плотно. И именно поэтому изображения животных, вот как в данном случае изображения оленей, например, были очень актуальны и востребованы в качестве игрушек. Ребенок из таких изображений создавал свое стадо, например, оленей. Ребенок пытался воспроизвести те навыки оленеводческие, которые он наблюдал в действиях своего отца. И он моделировал эти навыки вот именно на своих игрушках. Именно на этом поприще ребенок и зарабатывал первые свои производственные навыки. Изготавливались олени также из глины, либо хлебного мякиша, но это уже позже. И такие игрушки имели определенное сакральное значение, но об этом немного позже. То же самое, суть была примерно той же. Это производственный навык, это обучение, обращение с домашними животными, с которыми впоследствии ребенку придется иметь постоянно, ежедневно иметь дело. То есть, таким образом, каждая игрушка имела определенный производственный смысл. Точно так же, точно такого же типа игрушки применялись, например, у эвенков, которые являлись и охотниками, и оленеводами. И у них была распространена такая форма передвижения, как езда на оленях. И, соответственно, вот такие игрушки применялись и у эвенков, как наездники на оленях. Ну, естественно, что в основном вот такие игрушки, связанные с охотой, с оленеводством, с рыбалкой, это были игрушки, связанные с культурой мальчиков. То есть, именно мальчики играли оленями, именно мальчикам отцы делали небольшие луки со стрелами, арканы для ловли оленей, небольшие остроги для того, чтобы бить рыбу и так далее. То есть, именно для мальчиков характерны были вот эти производственные игрушки. Для девочек, естественно, наиболее актуальными были игрушки, связанные с семейным бытом. И это, в первую очередь, куклы, на которых девочки учились, ну, во-первых, шитью, поскольку куклы эти, как правило, только сначала изготавливались бабушками либо матерями, затем девочка сама уже делала эти куклы по образу и подобию тех, что были сделаны ее матерью. И таким образом девочка получала, во-первых, навыки шитья, работы с тканью, с мехом, с кожей. И, естественно, чем больше опыта у нее появлялось, тем более красивые игрушки, куклы у нее выходили. Но это с одной стороны. С другой стороны, играя в этих кукол, девочки получали и навыки определенного семейного быта. То есть, естественно, куклы были неразрознены, как правило, это были семейные пары. У этих кукол изготавливались еще и маленькие детки и так далее. То есть, девочка училась укладывать их спать, заботиться о них, символически изготавливать, приготовить для них пищу и так далее. То есть, куклы, которые в традиционной культуре применялись, они тоже имели очень важное значение для воспитания детей, для воспитания девочек, конечно, в первую очередь. И эти куклы, используясь в традиционной культуре, они постепенно перешли и в культуру современную. В настоящее время вот эти традиционные игрушки, традиционные куклы, которые у многих народов Севера изготавливаются и которые у многих народов Севера получили широкую известность, они сейчас служат одним из очень важных сувенирных видов производства, которые символизируют эту культуру и широко известны в современной России. Помимо вот таких игр, очень важную роль для развития логики мышления, для развития вообще гибкости мышления, в традиционной культуре играют различные игры-головоломки. Для народов Севера это тоже одна из характерных деталей традиционных игрушек и игр вообще. И для народов Севера такие игрушки-головоломки, которые заставляют думать, ломать голову, что называется, они пользуются очень большой любовью. Именно с такими головоломками связано и то, что во всяком случае у народов Южной Сибири широкое распространение получили шахматы, которые тоже являются одним из видов головоломок и игр, развивающих логическое мышление. Этому, еще раз подчеркну, уделялось особое внимание, поскольку хитрость, способность быстро ориентироваться в меняющейся ситуации, тоже высоко ценились в качестве основных черт человека. И поэтому их пытались развивать всеми доступными способами. Ну и самая важная, естественно, часть воспитания ребенка, социализации ребенка, это когда после игр он переходит, ну по мере сил, конечно, по мере возможности, переходит к реальным попыткам заняться той трудовой деятельностью, которой занимаются взрослые. Это и различные способы помощи взрослым. В частности, девочки, например, с очень раннего возраста, с 8-9 лет, уже практически полностью помогают матерям по дому. Это и приготовление пищи, это и заготовка дров, это и поддержание огня в очаге, это и ремонт пошив одежды, во всем этом девочки принимают очень активное участие. И помимо этого девочки, ну и вообще и девочки, и мальчики, здесь как бы разницы большой можно и не делать, в оленеводческих народах, у оленеводческих народов принимают посильное участие в пастьбе оленей. В частности, как правило, первой дочери, которая рождалась, вообще первому ребенку, ну и первой дочери в частности, отец, как правило, дарил ручного олененка. Так называемая, эта традиция была распространена у ненцев, олененок, так называемый авка. И ребенок, мальчик или девочка заботились об этом олененке, получая соответствующие практические навыки. Мальчики тоже с достаточно раннего возраста начинали помогать отцам пасти стадо. И уже с возраста 6-7 лет они учились владеть арканом, вот как этот юный оленевод, учились ловить оленей, правда, естественно, ловили они не взрослых, не больших оленей, поскольку у них не хватило бы сил их удержать. Но, так или иначе, посильную помощь дети своим отцам оказывали. Точно так же занимались оленями и эвенки, эвены, юкагиры и другие народы, у которых была распространена верховая езда на оленях. И вот они тоже учились отлавливать оленей, запрягать оленей, ну и уж тем более ездить на этих оленях. Получая вот такие трудовые навыки, ребенок взрослел достаточно быстро. То есть считалось, что примерно к 10-12 годам девочка была уже достаточно взрослой, чтобы полностью выполнять все функции, все женские функции. И считалось, что к этому возрасту, примерно, девочка уже готова к тому, чтобы выйти замуж. Ну, разумеется, эта традиция в настоящее время уже отошла в прошлое, но, тем не менее, в 19 веке, в начале 20-го, вот эта грань была примерно таковой. 12-13 лет девочка уже была готовой невестой. Она умела все, что необходимо было женщине для ведения хозяйства. Примерно так же, на таком же уровне взрослели мальчики. То есть с 10-12 лет мальчик уже полностью готов был помогать, либо даже заменять отца в его работе, то есть в пастьбе оленей, в рыбалке, в охоте и так далее. А примерно к годам к 14-15 мальчик был готов к тому, чтобы создать семью. То есть тоже, скажем так, взросление достаточно раннее. Ну, учитывая продолжительность жизни, это, в принципе, вполне понятно и оправдано, поскольку сама продолжительность жизни у малых народов Севера, к сожалению, достаточно невелика. И поэтому взрослели дети достаточно рано. Очень еще одна деталь, на которую хотелось бы обратить внимание, это то, что в воспитании детей, пожалуй, большую роль играли даже не родители, а бабушки и дедушки. Поскольку родители в большей части были заняты, конечно, производственной деятельностью, у них было меньше времени и внимания для того, чтобы уделять внимание своим детям. Поэтому, естественно, на первое место здесь выдвигались бабушки и дедушки. И именно они, в первую очередь, учили детей всем тем навыкам, всем тем традициям, с которыми были знакомы сами. Причем, если научиться пости олени, мальчик, например, мог и у отца, то научиться традиционному фольклору, узнать традиционные мифы, традиционные верования, узнать, что и как нужно делать для того, чтобы соблюсти волю духов, вот это, в первую очередь, ребенок мог узнать именно у бабушки и дедушки, поскольку они лучше ориентировались вот в этой традиционной религиозной сфере, лучше, чем родители, и таким образом передавали свои навыки, вот таким образом через поколение, от бабушек и дедушек к внукам. И существовал даже специальный, скажем так, детский фольклор, который в легкой упрощенной форме помогал детям познавать мир, помогал погружаться в традиционные верования и в традиционные знания. В этот фольклор входили различные детские песни, колыбельные песни, детские считалки, загадки, короткие сказки и так далее. В принципе, это достаточно своеобразная часть фольклора, и она построится полностью на логике традиционной культуры. Ну, к примеру, одна из загадок. Висит черный полок весь в дырках. Человек, который никогда не жил в тайге, никогда не жил в тундре, эту загадку никогда не отгадает. А означает это всего-навсего звездное небо, небо в звездах. То есть ребенок, научившись вот так вот абстрагированно мыслить, эту загадку легко отгадывал. На этом, дорогие друзья, наше время, к сожалению, подошло к концу. Тема нашей сегодняшней лекции завершена. Я желаю вам всего доброго, до новых встреч, до свидания.